Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет ну очень горячий выпуск, потому что речь пойдет про премиальную вторичку, про премиального немца. У нас Mercedes S-класса 2007 года, выпуск автомобиль, под капотом здесь 4,7 объем, 340 лошадиных сил. И вот эта машина очень интересного владельца, парню 24 года. Ранее он приезжал к нам на канал на RAV4 2 литра. Машинка для повседневной жизни. И он говорит, у меня есть загашничкий автомобиль, который был куплен специально для того, чтобы получать эмоции. С таким пробегом, такого года, неухоженный автомобиль будет доставлять вам одни хлопоты. Вы будете постоянно на что-то тратить огромное количество денег. Но вот сегодня мы пообщаемся с владельцем, с молодым парнем, который расскажет, нахрена он это покупал, сколько денег он в него вложил, и вообще для чего все это нужно. Давайте я его приглашу в кадр, напомню вам его, и после чего мы перейдем к основной теме выпуска. Знакомьтесь или вспоминайте Антоха. Антоха, в последнем ролике, когда мы с тобой общались про RAV4, люди сочли, что я был по отношению к тебе груб, что я якобы давил на тебя. Я при вас, друзья, как мужчина, хочу извиниться, если вдруг я тебя обидел. Понятное дело, что никаких претензий у тебя нет. Но я просто подвожу к чему. Вот сегодня я хочу выступить в роли такого, знаешь, хейтера из комментариев, типа, все не так, зачем все это нужно. А ты, собственно, будешь отвечать за свой выбор, объяснять, почему ты это выбрал и так далее. Вот давай, да, начнем с того, что машина у тебя 2007 года. История покупки такая, что он стоил 750 конкретно этот экземпляр, ты забрал за 710. С-класс. С-класс. Нахера, Антоха? Вот зачем тебе это нужно? Я пойдемте покажу, почему я купил эту машину. Вот из-за этого. Из-за задней части? Из-за задней части. Или из-за номера? Нет, нет, нет. Номера в подарок отдали. То есть смысл в чем? Я когда работал курьером, я ездил постоянно в центр Москвы, в банк, на Цветной бульвар. Я постоянно видел эти С-классы, мне очень нравится вот эта история, вот эти вот две черные линии. Вот мне рестайлингов не нравится, рестайлингов мне морды нравятся, а сзади нет. Вот эти вот линии мне прям очень нравятся, именно черный цвет. И я вот только вот из-за задней части эту машину купил. Кратенькая справочка для тех, кто не проживает в Москве, давно не был или вообще ни разу не был. Друзья, все, что находится в пределах Садового кольца, это реально совсем другая вселенная. Вот здесь Мерседесов С-класса и Е-класса, ну мне такое ощущение, что 90% всего того, что продается в России, находится именно здесь. Вот я вам кадры показываю. Я вообще не Мерседесы снимал, я улицы снимал. Но на каждом углу они, если выйти целенаправленно в будни поснимать улицы, на предмет того, сколько здесь этих Мерсов, огромное количество. И удивительно, что большая часть из них, это, как говорят, работают в такси. Вот этот ВИП-перевоз, и он очень востребован. Например, прокатиться на С-классе из точки А в точку Б, там 20-30 минут поездка, она может стоить там 5000 рублей. И народ это активно покупает. Была такая мечта у тебя? Ну, скажем так, да. Но ты же понимал прекрасно, ты вроде так малый, ты адекватный, все соображаешь, по технической части понимаешь. Ну сложно. Ты же понимал, что это будут вложения в машину. Но я был готов на тот момент к вложениям, просто они получились чуть выше, чем я на то рассчитывал, да. А так, то, что машина сложная, то есть банально, вот у меня тогда, когда я ее покупал, мне хозяин сразу сказал, тут есть АБС-ЕСП блок. Ну, это он один блок, под капотом находится. Говорит, там ошибка, сразу делай, потому что мозг она тебе вынесет. И что было? Я поехал машину показывать брату в Одинцово. Я хорошо люк оставил открытым, не как сейчас, а он полностью был выдвинут. Машина заведенная, я ему показываю, раз как хочу открыть, а она заблокировалась. Машина заблокировалась, у нее скорость 260, и лампочка моргает, это ЕСП. И машина вообще ничего не реагирует. У меня второй ключ, я со вторым ключом, я даже замок открыть не могу. Не понял, подожди, в смысле, скорость 260? Ну, у него, когда ошибка, он кладет спидометр, ну, электронный. А, типа, стоит на месте, а сам 260. А, я уж думал, вы едете со скоростью 260, машина, так, интересно. Вот, и я через люк в нее залазю, с кнопки пытаюсь ее, она с кнопки была заведена. Нифига, снимаю кнопку, вставляю ключ, ключом ее глушу, включаю, ошибки нет, все нормально, еду дальше. Я уже после этого понял, что вот, вот, я как планировал, вот 5000 пробега наказать, все жидкости замены. И АБС, ЕСП мне сказали, это 15000, в принципе, не такие великие деньги. Сегодня купить вторичку с пробегом, это большая лотерея. Можно приехать, где вам скажут, машина в идеале. Вот, есть небольшие притертости, как понять, в идеале она или нет. Друзья, вот такой приборчик прячется в кармане. Толщиномер от компании CarSys. И он нам сейчас покажет реальную картину по лакокрасочному покрытию, по этому Мерседесу. Смотрим, скорость измерения моментальная. 335, 372, 315, 268, 242, 328. Смотрим крышу. Ай, моя роднулечка, 104. Чтобы вы понимали, лакокрасочное покрытие здесь должно быть примерно 90-120 микрон. Плюс-минус среднее значение. У нас же автомобиль красился в круг. Можно это выяснить через толщиномер. Если бы сейчас у нас был бы разный металл где-то местами, он бы давал бы другие звуки. Все черные и цветные металлы он может запросто изменить в секунду и показать вам реальную полноту картины. Не забывайте, что толщиномер работает с металлами. Пластик проверять им не нужно. Если будете проверять, при вас могут засмеяться. Более того, есть у автомобиля различные изогнутые детали. А у этого толщиномера есть специальный режим, с помощью которого вы это все можете детально проверить. Таким образом, вот эта вещь максимально нафарширована. И по сравнению с конкурентами она дешевле, но по функционалу богаче. Друзья, говорить можно бесконечно по ссылочке в описании. Все подробности технические о ней реально полезная вещь. Поймите, за вот эти небольшие деньги вы получаете возможность здесь и сейчас не верить на слова, а подойти и все это дело проверить. Именно поэтому на прибор CarSys я оставляю ссылочку в описании. Пользуйтесь на здоровье. На самом деле вещь увлекательная. И вот проверить автомобиль очень даже интересно, особенно, когда речь идет о покупке вторички. Это дело важное. Ну и про первичную покупку автомобиля тоже не забывайте. В салонах бывает, покрасили багажник, а вам об этом не сказали. А вот с помощью прибора вы все узнаете. CarSys ждет тебя по ссылочке в описании. Я понимаю, что машина это головного мозга, потому что ты мне уже прислал там кучу видеороликов, отзывов. Но давай начнем от обратного. Когда ты решил ее все-таки покупать, как быстро ты нашел автомобиль? Зашел ты на вторичку и начал искать? В июне месяце, соответственно, уже железно решился на покупку, что у меня по-любому будет машина. Вопрос, какая и когда. Зашел, соответственно, на автору. Ну, я только на автору искал. Вот, соответственно, изначально хотел дизель трехлитровый, но там очень дорогая топливная аппаратура. Это еще больше попадало, чем здесь. Вот, поэтому и все дизели, ну, в нормальном состоянии он больше миллиона стоит. А у меня на тот момент, ну, это еще перезанимать надо было. И я такой, это не стоит того, тем более у меня RAV4. Хоть все и говорят, что там расход не может быть такой. Вот я катаюсь, вот, 5,5 литров в Питер я ездил, тебе отправлял. На круизе просто 90 едешь, все нормально. Вот, и решил бензин смотреть. Бензинов я смотрел 3 или 4 штуки. Вот в мытищах, которые я тебе скидывал. В Москве на Крылатском, в Тройдыне был. И вот этот вот я нашел, он был в Зеленограде. Я пишу, типа, вот, могу приехать, посмотри. Говорю, да, конечно, приезжаю, приезжаю. Брат, короче, показывает. Садится в машину, закуривает. Я говорю, а что, в машине курили? Он такой, не, мне брат разрешает, типа, и все. Я говорю, окей. Я говорю, а почему продаете? Ну, обычный вопрос, да? Он такой, да, он себе ГЛС дизельный купил. Он говорит, это не нужно. Ну, типа, вот она возле бизнес-центра стоит, возле парковки. Я говорю, хорошо, все, смотрю. То есть, единственный момент, что вот я внешне вот начал ее осматривать, это меня смутило, что, ну, сейчас другая фара стоит, она была запотевшая. Здесь трещина, причем внутри, не снаружи, внутри. И сзади вот пыльники отстегнутые. Это там 20 рублей эти пистоны стоят. Все, это вот единственное, что я смог увидеть. Там, я все сам, я хотел, вот я писал, не буду говорить кому, от 20-ти, от 30-ти тысяч осматривать. Осмотр, ну, осмотр в целом вообще подбор. Типа с гарантией, типа с гарантией, если с машиной что не так, они обязуются либо отремонтировать ее, либо вернуть деньги. Ну, я такой думаю, я чувствую, ну, я как бы в машинах более-менее что-то соображаю. Ну, хотя бы там по отчетам ты пробивал ее, смотрел. Нет, само собой, а перед тем, как ехать, я ее по отчетам, то есть, 4 года юрлицо и 8 лет вот последний собственник. Ну, короче, какие-то ограничения, ничего нету. Ничего, ни залогов, ни кредитов, эти машины еще примечательны тем, что их по страховым гоняют. То есть, с нее, допустим, вот 10 миллионов вытянут, ну, 10, ладно, вруб 5 можно спокойно. Я знаю одну такую машину, то есть, они как делают? Типа ее бьют, а потом идут свои страховщики, и все запчасти, к примеру, вот я вот, как там можно обратить внимание, вот затертость, деталь в сборе под замену. То есть, к примеру, дверь тут, я не знаю, сколько будет стоить. Потому что на Авито, кстати, запчасти не такие дорогие, как все думают. У меня крыло тут вот 15, 15, дверь порядка там 30 стоит тысяч. Я говорю, машина где обслуживается? Он говорит, взял Мерс. И там вот, если надо, покажу, вот такая кипа документов. Чувак 8 лет владел, ездил, Москва-Питер. А я ему спрашиваю, а нахрена лонг, они же каратыши бывают? Он говорит, а у меня дети сзади, ездят по комфорту ногам. Я говорю, хорошо. Едем в Зелмерс, мы ее поднимаем, компьютерная диагностика и внешний осмотр. Ее поднимают, мне сервисник подходит, говорит, ты типа, зачем такую машину берешь? Не нужна тебе такая машина, брат. Я такой, и мне вот такой, я говорю, вы меня испугать хотите или что? Я говорю, вы мне просто вот пальцем ткните, вот куда вот следить надо. Мы как бы нашли общий язык, говорит, хорошо, я тебя понял, как бы вот смотри. Он мне показывает, тут пневмо, эта трубка идет. Вот если начнем сопливить, 5 тысяч замена. Потом сальники, вот у них кардан. И это еще полный привод, форматик. Тут идет, ну, как это называется, не знаю, железка такая через двигатель. Вот и там тоже есть этот самый подшипник, вот его разбивает, это тоже надо следить. Итак, по мелочи, я говорю, коробку, вот самое основное здесь, коробка двигателя. Он еще добавил, что подвеска тут очень дорогая. Тут куча рычагов, все они алюминиевые. В оригинале это как бы, как это, чугунный мост будет стоить. Вот, и он сказал, в принципе, подвеску тут меняли. Тут единственный стук, это эти косточки, косточки и резиночки. Все, это там вопрос трех тысяч. И все, пневмо качает, двигатель тут, ну, с вопросом, то есть он постукивает, то есть это уже есть задиры. Другой вопрос, а она может хоть завтра умереть, а может через 10 лет, тут эндоскопом надо лезть смотреть. Коробку тут делали, железо на гарантии, то есть если у меня чего случается, я еду в сервис, показываю документы, мне бесплатно все делают. Вот, поэтому я убедился, что и видно, что за машиной следили, но это я сейчас не уследил, а так в целом, ну, ее красили в круг. Вот кто будет старую машину в круг красить? Вот, потом он денег в нее не жалел, то есть у него не работал, допустим, крышка, электронный багажник, это стоит там порядка 10-15 тысяч. Датчик, сам замок и еще что-то, он взял, поменял. То есть все сделал, как бы, единственный тут нюанс, тут не работает массаж на водительском. Массаж на водительском и косточки, все, в принципе. Короче, по твоему мнению, удачно это выходило в варианте. Скажем так, из тех сортов говна, вот что я смотрел, это вот самый адекватный вариант, потому что те, которые я смотрел, вот на дилер, когда загоняют в машину, мне вот такую распечатку дают. Сальник, этот самый антифриз, стуки, возможно задиры, растяжение цепи, ну, то есть там ты покупаешь как бы задорого, дорого тысяч там 5-10, там бак бензина, грубо говоря. И при этом ты едешь, ты сразу вот сходу вкладываешь. Здесь меня сразу предупредили, будут вложения, говорят, ну, ты, если все грамотно сделаешь, в 50, типа, спокойно уложишься. Поболтать Антоха любят, если ничего не подрезать, этот обзор вышел бы часа на полтора. После того, как он ее купил, 50 тысяч, все будет в идеале, началась реальность. Машина частенечко оказывалась на эвакуаторе, частенько она передвигается по различным сервисам. И вот они пошли расчеты. Изначально 72 тысячи рублей, потом еще по мелочевочке начинается. Таким образом, на сегодняшний день он вложил в нее примерно уже 200 тысяч рублей. И всякие-то эти приколы вторички и серии, ну, покупать фару. Где это сделать? Естественно, также на вторичке. Хорошо, заморочился, снял бампер. В итоге моя фара, моя фара, купленная фара у Армянина. На черный раз наебали меня, в общем. Работает только Night Vision, которого, в принципе, у меня нет. Три лампочки поставил. Эти самые, Xenon, не работает. Она, он, регулируется, но не светит. Ни одна лампа не работает, блок розжига, который поставил, не работает. Родной блок розжига тоже не работает. С оператором что-то мы не додумались и не наснимали перебивок по салону, чтобы вам показать его состояние. Ну, понятное дело, что подушатанный салон, да и машина. Одна часть нормальная, а вторая часть убитая. Почему? Антоха сейчас расскажет. Ну, всем, когда показываю тачку, естественно, хочется быстро, там впечатление. У нее есть ESP, можно отключить, то есть ее таскать будет. Слышишь, что я сделал? Я отключаю ESP в поворот, что-то, порядка 160 км в час. И машину просто тащить начинает. Это ощущение, кого-то взять масло и по столу вот так вот водить. Вот ощущения один в один были. Я тормоз, ну, не в пол нажимаю, потому что я понимаю, что меня развернуть может. Я так чуть-чуть, я понимаю, что машина просто на руль не реагирует. Тут я просто рулем играю, а ничего не происходит. Но я понимаю, что надо готовиться к удару. И сначала я влетаю жопой и потом мордой. У меня вот колесо было вывернутое. Можно обратить внимание, что диск другой. Лопнул диск, резина на выброс, два баллона ушло. Короче, машина на повороте бросила покойник. А здесь, 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 здесь умятина. Диск, я не знаю. Скорее всего, подсписал. А, блядь, он вообще треснул. Ну, короче, цена вопроса. Не страшно вообще было. То есть ремень сработал, все. То есть не страшно было. И самое, подушки не сработали. Хочу отметить, что когда автомобиль мечты, ну, как правило, тачка приезжает, ну, просто вылизанная. Вот смотрите, Антох, вот ты одет прямо в стиляга. Чисто ты стильный парень. У тебя такое милирование на голове. Это не милирование. Я красил, у меня волосы выросли. Ну, короче. Ты у нас модный парень. Но машина у себя вшатанная. Но самая изюминка этого автомобиля. Самая изюминка здесь. Ну, самая изюминка, Антох. Типа, хотите, досматривайте, осматривайте, ищите. Он смотрит, у тебя что, авторазборка? Фара там, аккумулятор лежит у тебя. Так еще у тебя и там лежит где-то, если покопаться в этом. Лопнутый диск, мастер, еда. Массажная подушка, две подушки, кошелек. Еще одна фара тапочка. Это что, блин? А я иногда в тапочках за рулем. Ну, что здесь, ну, на дальнее, когда едешь, ноги устают. То есть это, по сути, все то, чем ты пользуешься. У меня, по сути, тут квартира, тут жить можно. Это вот знаете, есть шоу от Soul Money Horse. Досмотр. К некоторым приедут, там ничего нету. Еще смотри, какая штука прикольная есть. Бабки, да? Бабки? Бабки в кармане, да. Пусть лежат. И вот эта потрясающая штука, вот, инвертор. Вот, просто 220, максимум 500 ватт. И две USB, то есть мобилы. Все зарядки есть Type-C, айфоновская и microUSB. То есть я вообще не боюсь, что у меня что-то сядет. То есть если надо, у меня вот есть специальный пакетик комплект проводов, какие хочешь там, все есть. Просто горает, знаешь, такой откуда-то из хлама, такой специальный пакетик. Как будто я тебе продаю все. Да не то, что когда ты продаешь, а как будто все лежит на своих местах. Но здесь ты просто меня попросил, я все сюда вот скинул. Ноутбук вот там где-то лежит. То есть... Ноутбук? Ну, ты мне объясни, почему так? Почему вот, например, пакет с мусором не выкинул, то не выкинул, бумажки не выкинул. А я как делаю? У меня в той двери мусорный пакет. У меня когда вот накапливается, я вот на самом деле вот очень удивляюсь. И в России почему-то на это забивают, сколько же вот один человек производит мусор. Вот просто вот посмотрите, что это вот один человек производит. Это вот, ладно, фиг с ним картон там и все такое. А есть мусор, который не разлагается, да. И просто я насчет этого заморачиваюсь. То есть я, допустим, даже бычки не выкидываю на улицу, стараюсь. Пробег 235 тысяч километров, как ты говоришь, проверенный. Родной, подтвержденный, да. Вот знаете, когда приходишь в гараж, вот допустим, заходишь, кому-нибудь там вот маслом слегка пахнет. Вот здесь примерно... Маслом? Ощущение такое же, как будто бы я сейчас присел в гараж. Вот так вот. А, у тебя вот, да? Ух ты, блядь. Не за решетку. Хитрое. О, пацаны. Не за решетку. В8 значок отломает. Идите сюда. А я думаю, что так воняет прямо в машине маслом? Оказывается, вчера он масло доливал, крышку не закрыл. И она туда вниз упала. Упала вниз, тут задымило все. Да. Пошло в салон. Так я почему сейчас чуть задержался? Я... У меня был случай тоже. Я вот, когда... Она у меня первый раз слабалась, я такой, поехал в CarPrice. Думал, сейчас. Получу денег сразу и уеду. В итоге оцениваем что-то в 150 тысяч. Я говорю, до свидания. И там чувак что сделал? Я 15 минут стоял, молотил. А я смотрю, дым из-под капота идет. Я думаю, что антифрис или что? И запах. И внизу лужа. Я такой, что? Говорит, ты что творишь? Он говорит, да я проверяю. Я говорю, что ты там проверяешь? А он еще и газует, а тут еще вот так вот масло идет. Я говорю, это вообще адекватно. А вот знаешь, он тоже еще как будто стебался. Я там стебался и он такой. И я говорю, по состоянию, вот найди до чего докопаться. Он идет, так, тут царапина, тут царапина, тут затертости, кресло, это кресло. А то есть по существу он ничего не нашел. Я думаю, картина нам всем с вами ясна. Как говорится, не нужна тебе такая машина, брат. Ё-моё, я не хотел так хлопать. Было бы классно, если бы еще бампер отвалился бы вниз. А Тантов говорит, я, говорит, парень своеобразный. У него нож в кармане, этот швейцарский, а на нем пробка. Я говорю, а это зачем? Это чтобы он быстрее можно было нащупать. При этом ты садишься в машину, ну тоже, ты вот такой расскажешь, блин, кожа, рожа, ну по факту, смотри, вот это не работает. Не, она работает, а я его просто, ну, отломал. Смотри, то есть в чем смысл? Вот это все опускается, CD-чейнджер. Вот это вот так вот работает. Я его просто сам снимал. Все, пожалуйста, подстаканники. Здесь у меня пепельница. Все, пожалуйста, все работает. Просто я не знаю, как его правильно поставить. Значит, я еще раз говорю, у нас дружеская атмосфера. Конечно. Что мне смешно, это говорит о том, что я хочу победить. Антоха, мне кажется, сам угорает. И вот это никак не напрягает. Но давай поговорим о следующем. Ласточка твоя, 710 ты. Птенчик, птенчик. А, птенчик, ссорим. Давай-ка расскажи нам, сколько денег ты уже в нее дал. Ты ее купил в июне этого года. 710 купил. В общей стоимости, ну, почти 200. И это я не считаю бензин. Масло я буду считать, потому что, ну, уже, скажем так, вот 4300 с момента ТО последнего, вот 11 и даже больше на литров залил. Рассказывай кратенько, что делал. Ну, а дальше кратенько Антоха не рассказал, потому что он выдал монолог на 15 минут. Суть которого сводится к тому, что с момента покупки, когда он начал заниматься вопросом обслуживания автомобиля, постоянно нарывается на каких-то разводчиков. Приехал к одним, они залезли в коробку, начали ему рассказывать, что она сломана. Он говорит, у меня коробка на гарантии, там за ней следят отдельно. Опять проходит снова неделя. И мне смс на WhatsApp с левого номера. Фотка и видео, где у меня сгорела плата. Я такой, что? Я скидываю знакомому мужику электрику. И я говорю, мне говорят, что у меня плата коробки сгорела. Он говорит, а ты уверен, что это плата коробки? Я говорю, ну, мужики-то, наверное, знают. Он говорит, а если я тебе скажу, что это не плата коробки? Я такой, а что это? Говорит, это плата управления двигателями. Я такой, да, вот куда. Я им это звоню, говорю, а вы хотите сказать, это плату управления коробки? и да все их она на выброс там 30 тысяч то есть 15 платы 15 и зашить стоит я такой вы точно уверен на такие да игра если вам скажу что это не плата коробки не таки а что это игр плата двигателя к ему плата двигателя я туда через неделю опять же я говорю чё опять начинается договорились на одно вы на какой-то хрен полезли в двигатель такие ну вот мы решили там проверить вот она у вас сгорела я говорю вы понимаете если плата бы сгорела машина тупо бы не запустился об никуда не поехала бы первое второе они меня отломали значок в 8 этом качал чтобы не нашли и третье я говорю об чем плату коробки не сделали и вот мы вызывали там специалисты там это 4000 оплачивать смотри твоя инициатива со мной не согласована я не в курсах оплачивать ни копейки не буду принципиально я гроху очень милицию вызываю будем сейчас общаться он мат перемат со мной все возвращайте значок я уезжаю и что получается ничего не сделано сроки затянуты из меня хотели бабки стрясти после этого сервиса еду в четвертый сервис где я toyota обслуживал там всех всегда хорошо делалось и там началось то есть машина на том сервисе прописалась на месяц там я оставил порядка семидесяти восьмидесяти тысяч и самое неадекватное что мне понравилось это то что с меня запросили 30 тысяч за простой подъемника по 3000 в день и 5000 за парковку вот вам 14-летний mercedes казалось бы можно в интернете начитаться машина в идеале от первого владельца второго вся ухоженная но вот вам человек купила и рассказывает какую на самом деле это гемор вот можно сказать то что да антоха сам виноват его там обманули а по факту он пригнал машину на один сервис через через одно место все сделали на другой на 3 на 4 и по всюду один геморрой поэтому прежде чем вообще подобный автомобиль покупать мне кажется нужно начать с поиска сервиса во вторых вот эта история знаешь когда тачка у тебя дорогая но она фарширована всем подряд и за всем этим собственно нужно следить все это имеет эффект старения все это имеет желание со временем обслуживаться отдавать за это кучу денег казалось бы семьсот десять тысяч рублей ты получаешь с очку завел поехал как он думал сейчас 20 30 тысяч и машина будет в идеале а по факту с каждым днем с каждой тысячи километров пробега она будет только просить больше и больше понятно что он машину любит для него она в идеале для меня вот честно не обидеть его это просто это уже ну уже убитая машина уже потертые все нахрен сиденье уже не где-то пороны уже местами что-то сломано по пластику да это можно сказать мелочь это можно все подшаманить подделать но это вот машина одни сплошные вложения спрашивают поедем кататься а смысл они кататься то есть сейчас вам вот всю атмосферу этой тачке не передашь грубо я знал на что я иду и ни о чем не жалею как бы считаю что выбор правильный деса я не знаю почему я взял 47 я-то осмотрю 47 налог там что-то 45 тысяч пять и пять пятьдесят пять этому десятку сэкономлю а в итоге а в итоге вот ски с кем общаясь все говорят какой мотор игры 47 о самый конченый мотор 5 и 5 самый нормальный 35 он никуда не едет а жрет как 34 смотри продавать не хочу как бы у меня есть мысль что тут можно интересного замутить вот поэтому в принципе машина доволен то есть понимаешь я могу везде за рулем сидеть вообще не устаешь как бы это максимальный комфорт она не едет она плывет если вот надо она может очень быстро ехать и сам вот интересно машин почему-то боятся и уважают то есть я при даже такую пошарпан а вот понимаешь я вот просто еду в питер где 90 круиз на 110 ставлю все я просто максимально прижимаюсь машину в сзади видит и просто уходит не даже фарами не моргать что дебилизм я считаю фарами моргать вот то есть уступают там пропускают влезть куда-нибудь можно то есть иногда я влезаю и вот не пуска то вот самое интересное вот вот mercedes mercedes пропустит а вот бмв mercedes нет еще и подрежет я делал публикацию в инстаграме нашего канала что есть возможность снять вот такой mercedes с владельцем многим это было интересно многие сказали что да нахрана нужна машина старая с ней все понятно пылесос для денег тем не менее вот вы видите владельца антоха парень своеобразный машина в интересном состоянии но тем не менее он всем доволен вроде бы продавать ее не хотел и не хочет а тем не менее заезжал в карпрайс прицеливался говорит за тачку назвали 150 тысяч рублей как вам такое друзья прежде чем что-то купить мой вам личный совет сначала изучите полностью всю историю автомобиля все их болячки это не так много времени это даже увлекательно и интересно на ютюбе сегодня полно информации статей полно после чего я вам настоятельно рекомендую найдите сразу профильный сервис где вы свой автомобиль будете оценивать далее покупать автомобиль самостоятельно так себе идея лучше лишний раз переплатить но чтобы с тобой приехала вторая голова посмотрела полностью автомобиль на все его болячки уже после этого давайте полную рекомендацию с чек-листом что тебя здесь ждет ну а дальше уже принимать решение нужна тебе такая машина или нет вот тут напишите ваше мнение в комментарии я надеюсь этот ролик у нас был с позитивом было с чего охренеть было за что похвалить поругать антоху пишите ваше мнение в комментарии подписывайтесь на канал подписывайтесь на инстаграм канала дальше будет больше интересных роликов на разные темы до новых встреч всем пока пока